В Израиле сегодня прошла всеобщая забастовка. Она охватила школы, транспорт, детские сады, банковский сектор, почту, аэропорт, Бен-Гурион и правительственные учреждения. В Тель-Авиве на демонстрацию вышло больше 120 тысяч человек. Протесты также прошли в Хайфе, Иерусалиме, Аждоде и других городах. Митингующие требуют от правительства заключить сделку с Хамас для освобождения оставшихся заложников. Они обвиняют премьер-министра Бениамина Нетанеху в том, что его правительство делает недостаточно для этих целей. Накануне вечером полмиллиона израильтян вышли на массовые протесты после гибели шести заложников в Газе. Десятки митингующих были задержаны. Также местные СМИ сообщали о раненых. Тем временем суд в Израиле постановил, что забастовка должна была закончиться к 14.30 по местному времени. Но пресса сообщает, что организаторы планируют продолжить акцию до шести вечера. К эфиру присоединяется Зеев Ханин, политолог, профессор университета Бар-Илан из Израиля, с которым мы подробнее обсудим ситуацию. Зеев, здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Я вас приветствую в нашем эфире. Благодарю за то, что нашли время. Зеев, вы знаете, последний раз мы видели такую же масштабную забастовку в марте прошлого года. И тогда люди вышли протестовать против судебной реформы. И Нетаньяху был вынужден наступить. Вот это похожая ситуация, как вы думаете? Ну и да, и нет. В тот момент речь шла о сугубо политическом вопросе. Речь не шла о спасении человеческой жизни. Здесь мы имеем два в одном. С одной стороны, израильтяне крайне нервно относятся к нарушению. То, что организаторы подобного рода движений, активисты, называют нарушением общественного договора. Все-таки как-то у нас принято здесь в Израиле считать, что не граждане для государства, а государство для граждан. Оно обязано обеспечить выполнение своего, то, что называется, mission statement, объявленных целей. Объявленные цели любого демократического государства – это безопасность физическая и безопасность экономическая своих граждан. То есть, грубо говоря, люди не должны умирать с голоду, им должно быть где жить, на что и как учить детей и видеть светлое будущее. И государство должно обеспечить их безопасность, как внутреннюю, так и внешнюю. С точки зрения протестующих, последние 10 месяцев с этими задачами государство не справилось. Так что эти выступления, помимо, собственно говоря, политического характера, они носят и вполне предметное содержание. Но я бы тем не менее сказал, что помимо освобождения заложников, требования освободить заложников – это не только повод. Там есть довольно много людей, которые полагают, что в данном случае, неважно, кто там останется у власти или будет у власти, Натанияу или кто-то другой, и состоятся ли выборы прямо сейчас, как требует большинство проведения досрочных выборов, по окончанию войны, а когда она закончится, опять же, решает вот то самое правительство, против которого они протестуют. Или вовремя, в конце 2016 года, когда есть еще срок полномочий 25-го Кнессета, у нас сейчас имеющего место. Но так или иначе, они требуют, чтобы правительство, которое не смогло этих людей защитить, жителей приграничных поселений, кибуцев, машалов, городков и так далее, во сколько они не смогли их защитить, они должны теперь решить сделать все для того, чтобы их оттуда вытащить. Причем все это не фигура речи, а именно вот все-все. Когда наш премьер-министр говорит «Анафну на осе, а а коль», мы сделаем абсолютно все, вот реально все, они бы хотели, чтобы это было именно то, что он имеет в виду, а не просто исключительно как фигуру речи. Но тут у меня к вам как раз вопрос, действительно, вот про Нетаньяху. Но сначала я хотела сказать, что вот саму эту забастовку организовал влиятельный профсоюз Гестадрут. И вот как мы уже с вами проговорили, да, требует немедленно договориться с Хамасом об освобождении заложников. И известно, что израильское правительство пыталось заблокировать забастовку, но не получилось. Вот на ваш взгляд, каковы шансы, что Нетаньяху сменят тактику? Ну, во-первых, получилось, да, потому что с точки зрения израильского законодательства, политическая забастовка, скажем так, права на нее, они не вполне прочерчены, скажем так. Нет никакого сомнения, что трудящиеся имеют право на то, что на иврите называют сексу хавода, то есть на трудовой конфликт. Тут все честно, как положено, да. Если вы не можете договориться, соответственно, вы можете бастовать, ну, а суд по трудовым конфликтам должен попытаться решить вашу проблему. Что касается политического, тут не так, чтобы совсем было нельзя, но нужно, чтобы суд принял решение в определенный момент времени. Правительство пошло в суд, против которого, кстати говоря, как мы с вами год назад говорили почти об этом, да, именно оно желало провести эту самую судебную систему, чтобы не нужно было обращаться в суд, но у них не получилось, поэтому в суд приходится идти, все-таки третья власть, да, и как раз в данном случае в суде заявили о том, что забастовка может продолжаться не более чем до 2.30. У нас, по-моему, одно время, да, вместе с Молдовой, вот сейчас у нас 5.13. Де-факто пришли к компромиссу. Забастовка может продолжаться до 6 вечера, еще 45 минут почти. Реально далеко не все приняли в ней участие. Что касается сугубо трудового конфликта, то в основном бастуют учителя, то есть средних и старших классов. Там это действительно трудовой конфликт, связанных с тем, что правительство не выполняет договоренность годичной давности для изменения сетки зарплат учителей. Они там действительно скандально невелики. Но основная масса, она, по сути дела, задает один простой вопрос. Ребята, вы, те, которые находятся у власти, вы, строго говоря, убеждали нас во время избирательной кампании, что вы все можете, вы имеете все ресурсы, представления, опыт и так далее для того, чтобы обеспечить нашу экономическую, национальную и физическую безопасность. Или вы это делаете, и не надо нам рассказывать, перекладывать на нашу ответственность. Вы же должны подумать, дорогие израильтяне, мы же не можем пойти на все условия Хамаса. Это что же получится? Мы, конечно, не можем пойти на все условия Хамаса. Ну, значит, решайте вопрос. Не надо переносить на нас ответственность, говоря о стороннике такой точки зрения. Ну, а пока на этом этапе компромисс на горизонте еще не реализуется. Еще одна есть интересная информация. Вашингтон пост пишет, что США возобновили работу над сделкой по прекращению огня. И документ могут представить уже в ближайшее время. Издание ссылается на источник в администрации, который заявил, что если стороны не примут эти условия, это может стать вообще концом переговоров под руководством американских властей. Вот, если это реально, то что тогда? Мое ощущение, я, естественно, не присутствовал при подобного рода переговорах, не являюсь членом группы, которая эти документы отрабатывает. Да, но если поразмышлять действительно в этой ситуации. У меня есть убеждение, от которого я не могу отделаться, что это способ сохранить репутацию американской администрации. Мне кажется, что они поставили на этой истории точку. И чтобы выйти из нее, им сейчас совершенно некогда этим заниматься. У них избирательная кампания на пике. Поэтому, соответственно, их задача – это переложить ответственность на Израиль и Хамас. Скорее даже на Хамас, чем на Израиль. Потому что Израиль вроде как согласился на американские условия. А потом бац, выясняется, что нет. Что господа хамасовцы, они предъявляют свои условия. Демонстранты и протестующие, и бастующие обвиняют господина Натаньяху. Что он вроде как сначала подписал этот документ, а потом написал длинный-длинный комментарий к нему. Который, понятно, по определению неприемлемый для Хамаса. И, соответственно, вот так вот более-менее живем. Похоже на то, что американцы просто опустили руки. Но есть еще мнение, что Натаньяху на самом деле просто затягивает всячески. Тоже интересная теория. У нас, к сожалению, остается мало времени. Я хотела обсудить вот с вами накануне вечером. Вот мы видели эти кадры массовых протестов. Абсолютно феноменальная картинка. Министр обороны Иоав Галант, который последнее время конфликтует с Натаньяху, также призвал к соглашению. Лидер оппозиции Яйр Лапид призывал людей присоединиться к демонстрации в Тель-Авиве. Очевидно, в обществе большое напряжение. И кажется, что долго так продолжаться не может. Как вы думаете, это раскол? Ну, раскол у нас довольно давно. И надо сказать, что это было всегда. Израильское общество всегда... Мы люди ближневосточные, эмоциональные. Поэтому, в общем, ну, впрочем, я полагаю, что и молдавания, скажем так, не самые хладнокровные в мире. Но так или иначе, мы понимаем, что как средиземноморский народ, мы постоянно ругаемся по всем поводам. У нас свои правые и левые, светские и религиозные, и средний класс, и непривилегированные, и свои олигархи, и все, что хотите, у нас есть. Но очень редко, а я боюсь, что именно сейчас-то тот редкий случай, когда у нас раскол не между коалицией и оппозицией, а между правительством и обществом. Хотя какая-то часть общества правительство поддерживает. Ну, смотрите, реально, вот свежий опрос, он показал, что правительство поддерживает примерно и его политику, в том числе и политику по переговорным процессам и так далее. Примерно 20-25 процентов, которые считают, что, типа того, менять правительство можно только на выборах, которые должны состояться в срок. Процентов 30-35 говорят, что должна по окончанию войны, а уже процентов 40, этот процент растет, что нужно проводить перевыборы немедленно. С 20-ти процентным рейтингом нельзя ни начинать войну, ни заканчивать, можно только ее продолжать. Вот примерно это и происходит. Зайв, последний вопрос к вам, если можно, коротко. Отставки Нетаньяху в свете последних событий можно ожидать? Не этот парень, нет. Я думаю, что он, скажем так, мы его все дружно, включая вашего покорного услугу, убеждали все эти последние годы, мы как израильтяне, что он экономический чародей и политический гений, он в это поверил. На самом деле, в отставку он не пойдет. Я поняла. Зайв, благодарю вас снова за интересную беседу. Мы обязательно продолжаем наблюдать за событиями в Израиле. Спасибо, всего хорошего. И вам всего хорошего. До свидания. Напомню, для зрителей у нас на связи был Зейв Ханин, политолог, профессор из Израиля, с которым мы поговорили о забастовке и не только.